Ну раз уж зашла речь о спорте, вернемся к футболу. Считанные минуты остаются до матча Россия-Черногория. На кону для нашей команды путевка на чемпионат Европы 16-го года. Прямое попадание в финальную стадию. Антон Верницкий продолжает находиться на стадионе открытия арена. Но я смотрю, что там уже футболисты появились на поле, Антон. Знаете, появились и футболисты, и болельщики. Появился у меня стартовый протокол. Так вот, по нему выйдут на поле получившие микротравмы в матче с Молдавией. Алексей Березуцкий и Алан Загоев. Кроме этого, на поле, этого я впервые озвучиваю, этот протокол сегодня для наших зрителей, будут Игорь Конфеев, Кузьмин, Игнашевич, Денисов, Кокорин, Широков, Шатов, Зюба и Камбаров. Команды действительно вышли уже на разминки. Повторюсь, сегодня решающий для наших матч подгруппе. Если все сложится удачно, и мы победим, то не будет никаких стыковых матчей. И мы сразу попадем в финальную часть чемпионата Европы 2016 года. И команда поедет во Францию. У сборной Черногории она тренируется на дальних воротах. Это уже не получится ни при каких раскладах. А это значит, что команда может быть настолько раскрепощенной, что постарается дать бой нашим. Вся надежда на Леонида Слуцкого, который, надеюсь, наших настроил. Перед игрой здесь у стадиона был заложен камень в основании новой тренировочной базы московского «Спартака». Ведь это стадион «Спартаковская». Говорилось об этом давно. Предлагались разные места для его строительства. Но по инфраструктуре, по доступному шаговому месту расположения оказалось, что здесь тренироваться «Спартаку» будет лучше всего. Мы рассчитываем, что эта база будет в 2017 году, к апрелю месяца 2017 года полностью построена. И будет уже сдана организационному комитету для организации проведения чемпионата мира. Действительно, эта база будет работать и на чемпионате мира по футболу, который пойдет в 2018 году. Это будет суперсовременный тренировочный комплекс. Четыре поля для тренировок. Понятно, что ничего подобного у «Спартака» до этого не было. А до этого здесь произошло еще одно событие рядом со стадионом. Открытие арена у южной трибуны. Был открыт памятник одному из ярчайших игроков московского «Спартака». Ушедшему из жизни год назад Федору Черенкову. Для нас всех этот человек олицетворял «Спартака». Этот человек олицетворял радость от футбола. Потому что когда он играл, когда он выходил на поле, когда он получал мяч, было понятно, что это выдающийся мастер. И каждым своим движением, каждым своим пасом, каждым своим голодом он вкладывал душу в футбол и согревал души болельщиков. Надо сказать, что Федора Черенкова уважали и любили не только болельщики «Спартака», к нему, как к игроку, как к человеку очень скромному. Хорошо относились и болельщики других клубов. Так что, думаю, цветы у памятника будут всегда. Ну а Федора Черенкова, чьим именем названа «Спартаковская футбольная академия», будут помнить всегда. Но вернемся к сегодняшней игре. Уже шумно на стадионе. К ней практически все готово. Болельщики занимают места. Сборная, надеюсь, во всеоружии. Телевизионщики готовы. Я буду смотреть футбол на работе. Вы, Дмитрий, после работы, как и миллионы наших зрителей, команда первого постарается показать это во всей красе. Ну, то есть, как на стадионе. Спасибо. Антон Верницкий на стадионе. Мы у телеэкранов. Вечерние новости плавно перетекут в футбольный матч «Россия-Черногория».